Полиция Екатеринбурга. Задержана 33-летняя гражданка, подозреваемая в крупном мошенничестве на рынке потребительских кредитов. Работая финансовым консультантом в микрофинансовой организации МИК-Кредит, Анастасия Тетерина поставила на поток оформление кредитов на своих знакомых и посторонних людей, присваивая себе полученные средства. Впрочем, сама задержанная утверждает, что все полученные в кредит деньги шли на поддержание выстроенной ею финансовой пирамиды. Пишите схему, по которой вы совершали противоправные действия. Вкратце. Вкратце. Оформляла кредит клиенту. Часть денег уходили ему, часть денег переходили на текущие договоры других клиентов с целью покошения платежей. Себе денег ни копейки не брала. То есть вы деньги не похищены? Нет. А куда? Ну, то есть переходили на... Счеты от других людей, которые ранее кредитовались, по точно такой же схеме. Как утверждает Анастасия, ее интерес в этой схеме заключался в повышении личного КПА, за который ей полагались щедрые премиальные от работодателя. А зачем вы это делали? Для увеличения заработной платы себе. На много вы увеличили заработную плату? На 100 на 200 тысяч. Это в виде премии было? Да. Следствием установлено, что с декабря 2018 года подозреваемая, работая финансовым консультантом в кредитной организации, с целью обогащения оформляла на граждан кредитные договоры. Заемщиков зломышленница находила через знакомых, которые рекомендовали ее как ответственного и надежного финансового работника. Женщина действовала по схеме финансовой пирамиды, погашая кредиты одних клиентов за счет займов последующих. Она предлагала потенциальному заемщику выгодную сделку, заключить кредитный договор и сразу же получить часть денег. При этом подозреваемая уверяла, что возвращать кредит не надо, а ежемесячный взнос она будет производить сама. В итоге часть денежных средств шла на погашение предыдущих кредитов, а часть присваивалась задержанной. О разоблачении крупного мошенничества стало известно накануне, когда сотни заемщиков пришли в офис МИК кредита с требованием расторжения фиктивных договоров займа. Как выяснилось, все они имели дело с одним специалистом – Анастасией Тетериной. В результате внутренней проверки выяснилось, что женщина в течение года оформила порядка 300 липовых договоров. Вот как произошедшее прокомментировали порталу Е1 в самой организации. Можно отметить, что действия Тетериной были разнонаправленными, и потерпевшими по ним являются как МИК кредит, так и отдельные граждане. Отмечены случаи, когда финансовый консультант оформляла займы на своих знакомых, которые сознательно на это шли и добровольно отдавали ей полученные денежные средства. Однако в ряде случаев есть признаки прямого мошенничества, когда займы оформлялись на третьих лиц, без их ведома путем неправомерного использования чужих персональных данных, говорится в заявлении. Несколько обманутых екатеринбуржцев рассказывали, что Тетерина брала в руки их телефон, чтобы заполнить все самой. В какой-то момент она говорила, что в системе произошел сбой, но переживать не о чем, якобы кредит она оформить не успела. Через некоторое время клиенты обнаружили, что в системе они значатся как должники. В МИК кредите заверили, что жители Екатеринбурга, чьи договоры будут признаны мошенническими, не пострадают. Мы выведем эти договоры из работы управления взыскания задолженности, граждан никто не будет беспокоить. Во-вторых, мы выведем их из всех бюро кредитных историй. Таким образом, никакого ущерба кредитной репутации этих людей по данному инциденту не будет, сообщили в компании. Как можно понять из этого заявления? Кредиты будут аннулированы только тем клиентам, которые стали должниками без их ведома. Те же, кто находился в сговоре с Тетериной, вынуждены будут требовать компенсации своего ущерба непосредственно у создательницы пирамиды. Впрочем, пока она заявляет о готовности это сделать. Своё оправдание могу только вам сказать, что выплатить ущерб я готова и принесу извинения. Сумма примерного ущерба сейчас, как вы оцениваете? Сколько оцениваю? Если честно, я даже не знаю, но это более 5 миллионов. Понятно. А где вы денежные средства собираете? Если только продавайте движенности, больше других средств нет. А вы владеете недвижимостью идти на морду? Я не владею. Владеет мало. Как сообщили в полиции, ранее Анастасия Тетерина уже была судима за мошенничество и провела в исправительной колонии номер 6 5 лет с 2009 по 2014 год. Однако освободилась досрочно за хорошее поведение. Когда нынешняя её деятельность получила огласку, Анастасия попыталась отравиться, но была спасена врачами городского токсикоцентра. Во время обыска в квартире Нуралмаше, где Анастасия проживает с мужем и сыном, были изъяты компьютер, кредитные карты, договоры, составленные Тетериной, а также тетрадь со списком заёмщиков. На сегодняшний день в полицию подано уже 80 заявлений от пострадавших. В отношении злоумышленницы следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей. Продолжение следует...